сегодня мы начинаем вязать джим перочек вернее так что хочу для начала сказать про пряжу и про спицы у меня вот такие тонкие 2 миллиметра для резинки вот такая вот резинка у меня перекрученная потому что резинку один на один я почему-то не люблю классический этот вариант мне кажется он как-то неаккуратно выглядит вот но вы можете использовать любую резинку и 2 на 2 и 1 на 1 вот смотрите как как вам нравится я остановлюсь на таких базовых момент вот так что спицы значит я вязала эту резинку спицами 2 миллиметра вот чтобы я я сейчас вам все буду показывать чтобы как бы легко вязалась это перекрученная как бы резинка и не сильно затягивать процессе вязки основную деталь три с половиной спицы миллиметра пряжа пряжа у меня нашего чешского производителя так что не спрашивайте не будет она она была в распродаже вот я просто вам озвучиваю метраж где вот 50 граммах 133 метра в 100 граммах это 266 метров ориентировочно вот это у меня акрил анти пилинг и выглядит она достаточно такой шелковистой блестящий и такой тяжелой да вот изделие получается не воздушными так скажу значит у меня 500 граммов но уже я уже спинку связала поэтому сужу потому что я связала что при этом метра же у меня уйдет на размер м вот вот размеры кстати об этом сейчас будем говорить вот у меня уйдет 400 граммов поэтому я могу предположить что размер sm это 400 граммов 450 500 то есть если брать упаковку 500 граммов пол килограмма то как раз на этот джемперочек ее хватает вот соответственно может у всех варьироваться так теперь плотность вязания 22 петли в 10 сантиметрах я ориентировалась на чулочную гладь что хочу сказать по поводу узора да ваши комментарии вы сейчас показывает все правильно девчонки узор неправильно будем корректировать поэтому смотрим видео до конца кто будет вязать смотрите видео до конца корректировку узора соответственно в instagram я ее выложу эту правильную схему вот далее размеры у нас вот выскакивает размерная сетка sml соответственно шкала соответствия этих размеров к русским размерам количество петель вот вот размеры вот количество петель вот размеры вот количество петель ну и вот соответственно здесь у меня еще в сантиметрах вот промерена набирала я обычным обычным самым классическим способом я сейчас вам просто покажу перекрученную вот эту вот резинку и вы наберете свое количество петель и значит итак резинка первый ряд я вижу просто резинку один на один не заморачиваясь вот этими перекручиваниями так и вот первый ряд я провязала теперь со второго и все следующие в серии во всех рядах это будет одинаково то есть мы вяжем лицевую петлю не так классическим способом а вот за вот эту верхнюю как бы ниточку а изнаночную наоборот за заднюю смотрите не за вот эту а за заднюю таким вот образом поэтому я и взяла спицы тоньше чтобы легче было как бы вводить потому что здесь оно получается не совсем удобно в таком вот ракурсе это вязать в таком формате вязать поэтому и и взяла тонкие спицы чтобы было удобнее вот таким вот образом она получается такая перекручененькая 24 ряда у меня всего здесь вот если брать резинку значит 24 ряда для всех размеров здесь мы не будем далее я провязала а сейчас скажу еще сантиметра далее 7 сантиметров резинка и так когда вы связали после резинки девчонки про я провязала 4 ряда платочной гладью для чего это для того чтобы у нас узор не деформировала резинку вот видите если бы он был совсем вот здесь вот она бы ушло вот так вот вот такие вот что нам не нужно далее распределение петель девчонки петли распределяем таким вот образом значит у нас четыре полосы узора по 23 петли вот узор который мы вяжем 20 рядов дальше я в этом видео будет корректировка прошу прощения конечно за такие вот неполадки ну вот так вот у меня ничего не поделаешь такая вот значит у нас четыре полосы узора между ними вот по четыре ряда и разница в размерах у нас только вот в этих вот крайних двух полосах вот для каждого размера вот здесь вот до первого маркера и после последнего маркера у меня по 10 петель для размера с по 5 петель для размера l 15 x l 20 то есть вот вот эта вот часть у нас для всех размеров одинаково понятное дело что для больших размеров мы могли бы сделать там еще одну полосу дополнительного узора но тогда у нас бы вот этот вот вырез приходился бы на узор что нам не нужно поэтому таким вот образом распределяем петли в центр одинаково разница вот здесь вот кому девчонки если вдруг нужен больший размер тогда еще добавляйте по бокам до нужного вам как бы до нужной ширины потом вы сможете по вот этому описанию связать свой размер пустив эти четыре полосы уже когда если будет 2x l побольше еще больше размер тогда вы сможете и сделать 6 но вырез соответственно вырез будет везде одинаковый так что я думаю никому не правильный проблем не будет связать и большего размера а вот с меньшим уже меньше с я не знаю тогда уже получится в него не пишутся туда вот эти вот четыре ряда узора четыре полосы узора вот дальше я вяжу узором 20 рядов наш наш узор 19 и 20 изнаночный а далее буду вам показывать там буквально за пару видов у нас все заканчивается вот ну и сейчас вижу четыре полосы узора все 20 рядов смотрите провязала я 20 рядов да по идее 20 ряд у нас должен уже быть и как бы с изнаночным узором но я его провязала просто по узору как и вот эти вот предыдущие ряды теперь начиная с двадцать первого ряда будем делать вот эти вот смотрите вот такой вот крутой скоб если вам буду показывать это мы будем делать в общем если вы смотрели мое видео то конечно же вы знаете здесь мы будем делать по 2 накида так значит делаю 2 накида лицевая изнаночная 3 4 5 6 7 так я буду сразу рисовать значит двойной накид буду рисовать вот так вот 1 2 3 4 5 6 7 здесь у нас 3 вместе там у нас было по 2 а здесь по 3 далее лицевая изнаночная вот я нарисовала значит 7 петель далее 3 петли вместе каким образом я вот эту третью петлю ставлю вперед поверх 2 1 поверх 1 1 2 провязывая их лицевой вместе изнаночная 3 петли вместе лицевой снова здесь мы будем делать все убавления по 3 петли и далее по узору 1 2 3 4 4 5 6 7 далее 2 накида и так до конца ряда все рапорты таким вот образом так 22 ряд я буду я его нарисовала на схеме он отсюда сюда ну по сути они схема то зеркальная поэтому все равно да значит я один раз попробовала чтобы перепроверить изнаночный ряд вот в изнаночном ряду как мы привязываем эти два накида сначала лицевой потом изнаночный далее делаю снова 2 накида вяжу по узору 5 петель 3 4 5 теперь мне нужно 3 вместе изнаночной третью меняю местами с первой и второй третья сзади вот этих двух петель и провязываем 3 вместе изнаночной лицевая далее без перестановки 3 вместе изнаночной 5 петель по узору 3 4 5 2 накида и вот здесь вот мы провязываем таким вот образом лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так до конца ряда то есть все четыре наших лицевая изнаночная и так 23 ряд вот я его нарисовала таким вот образом эти петли провязываем лицевыми здесь опять снова провязываем одну петлю из накида лицевой 1 изнаночной далее делаем 2 накида лицевая изнаночная лицевая 3 петли вместе меняем местами 3 поверх 1 и 2 и провязываем 3 вместе изнаночная 3 вместе без переброса 3 петли по узору 2 накида эти два накида провязываем лицевая изнаночная и так все время пробовала я по-другому все таки вот этот совет моей зрительной нице вот он самый оптимальный для провязывания двух накидов вот пробовала я провязывать сейчас я вам покажу как ну получается неравномерные дырки вот смотрите я пробовала вот так вот значит первый провязывать вот таким вот образом как бы перекрученный а второй ряд лицевой обычной но потом получается вот эти дырки почему-то неравномерные как бы они неравномерно одна больше одна и меньше то ли они в угол перекос идет в общем то что написала зрительница самый оптимальный вариант лицевая изнаночная таким вот образом мы вяжем до конца ряда и так 24 ряд смотрим вот я его нарисовала изнаночной значит вот эти петли которые были провязаны из накида мы провязываем 2 изнаночные здесь лицевая изнаночная 2 накида 1 изнаночная меняем местами третью ставим на место первой и протяжку делаем сзади 3 вместе изнаночной лицевая 3 вместе изнаночной изнаночная далее 2 накида и эти провязываем петли в лице 2 накида провязываем лицевой петлю изнаночная петлю далее все вяжем изнаночными петлями так 25 ряд у нас классический 2 петли вместе накид 2 петли вместе и накид 25 ряд что касается схемы вот она да если брать допустим эту старую вот так вот находимся да но девчонки я эту схему перерисую вот она зафиксируйте ее пожалуйста сейчас вот она в правильном как бы виде эта схема я ее нарисую цивилизованно красиво и я выложу в инстаграм уже красивую схему я прошу прощения за изменения но всем людям вот так я же ее провязать не вам надо видите как я показать показала вот он последний ряд значит я провязываю петли лицевыми лицевые вот они здесь лицевая изнаночная и теперь уже один накид и просто 2 вместе уже двадцать пятом ряду все и мы как бы завершили цикл и теперь вяжем накид я сделала сделала вот этим вот узором сколько же мы вяжем сейчас поговорим об этом значит со схемой разобрались составлением я обещаю послезавтра вернее завтра потому что я сегодня выложу видео завтра я занята очень сильно в общем завтра послезавтра я выложу новую схему скоро сколько же вязать значит для я буду рассматривать одну длину в пять вот этих вот лепестков их всего пять как на оригинале вот там у нас фотография оригинала вот там у них 5 этих лепестков хотя я видела два варианта еще это у меня мокро мокрое изделие еще она будет утюжиться и вот так вот будет выглядит вот это я просто вам показываю на самом деле она мокрая уже разложила но снимаю видео вот значит спинку 5 лепестков вверх для переда 3 и останавливаемся мы будем делать вырез горловины это все будет следующем видео сегодня все девчонки делайте заготовки и в следующем видео про продолжим вязать дальше все а с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока всем удачного начала вязания джемпера пока